Продолжение следует... Практически ровно месяц до начала крупнейшего общенационального мероприятия всероссийской переписи населения. И я хочу сказать, что в Ростовской области высокая степень готовности к этому важному и, я бы сказала, долгожданному мероприятию. Ну, как мы знаем, из-за коронавируса перепись пришлось перенести. Она была назначена на апрель 2020 года, теперь пройдет в октябре 2021. Что-то изменилось в порядке проведения? И, может быть, какие-то новшества появились? Перепись, которая нам предстоит и которая будет проходить с 15 октября по 14 ноября, она цифровая. Это первая цифровая перепись в истории России. Перепись цифровая, что это значит? Ну, нужно сказать, что будет использоваться несколько способов сбора информации о населении. Впервые появится возможность пройти перепись самостоятельно на портале государственных услуг. Я считаю, что это уникальная возможность самому заполнить вопросы переписного листа, при этом в удобное для себя время и, в общем-то, достаточно быстро. Достаточно нам иметь соответствующую учетную запись на портале Госуслуг, стандартную учетную запись. И, как только появляется доступ к услуге пройти перепись населения, спокойно заполнить не только на себя переписной лист, но и на членов своего домохозяйства. То есть, я полагаю, что значительная часть жителей Ростовской области непременно воспользуется вот этой новой возможностью. Как бы это первая составляющая цифровой переписи. А вот скажите, легко ли заполнять анкету самостоятельно или все-таки, возможно, какая-то помощь понадобится человеку? Знаете, Мария, вот я, например, когда проходила пробная перепись, а она проходила в 2018 году, сама заполнила вопросы переписного листа на портале Госуслуг. Тогда тоже была такая возможность. Ну, я не затратила больше 10 минут времени на ответы, которые мне нужно было, так сказать, занести непосредственно вот в этот электронный вопросник. Я думаю, что с учетом того, что у нас средний размер семьи где-то 2, как мы статистикерим, 2,6, 2,5 человек, да, ну, то есть в среднем 2-3 человека, то, ну, потратится времени, может быть, в пределах 40 минут, чтобы заполнить переписные вопросы переписного листа на всех членов домохозяйства. Какие будут вопросы в анкете? Ведь наверняка можно собрать информацию из Госуслуг, из ЗАГСа, МВД. Сразу скажем, что вот особенность переписи населения как раз в том, что имеющихся административных базах данных далеко не все существует вся информация, которая нужна для проведения переписи населения, по сути, которая нужна государству в рамках информации вообще о проживающем населении. Ну, прежде всего, мы получим данные о брачном статусе, ну, в нашем случае жителей Ростовской области. Уникальная информация о национальном и языковом составе населения. Ну, кроме того, нас сейчас волнуют крайне подвижные миграционные процессы, и здесь будут вопросы в переписном листочке. Кроме того, мы узнаем, каков же уровень образования, ну, и в каких жилищных условиях проживают наши граждане. Вообще, в переписном листе 33 вопроса. Вот порядка 23 вопросов. Это вопросы о социально-демографических характеристиках, и остальные вопросы – это вопросы о жилищных условиях. Если в перепись населения у нас в ней участвует гражданин временно проживающий или пребывающий на территории Российской Федерации, то ему предстоит ответить только на 7 вопросов. То есть вот для временно проживающих, пребывающих на территории Ростовской области вопрос них гораздо меньше. Национальность казак. Будет ли как-то исправляться? Или отвечать можно как угодно? Вообще вопрос, связанный с национальным самоопределением, он заполняется, вот если вы будете заполнять на портале госуслуг, то это самоидентификация. Как гражданин, к какой национальности себя относит, по такой национальности он и записывается в электронный опросный лист, или так отвечает переписному персоналу. И со слов опрашиваемого нашего жителя, нашего респондента, так точно и будет занесен ответ в переписной лист. Давайте вернемся к переписчикам. Скажите, штат уже набран? Или можно еще записаться в их ряды? Конечно, в основном во всех городах, в сельских районах уже подобраны наши переписные кадры. Сейчас как раз формируются списки, мы готовимся к заключению контрактов. Еще мы продолжаем подбор переписного персонала в нашем мегаполисе, в городе Ростове-на-Дону. Так что есть возможность поучаствовать в важнейшем общенациональном мероприятии десятилетия. Скажите, пожалуйста, какие тогда требования будут к переписчикам? Вот, например, нужен ли будет сертификат о прививке? Основным требованием к человеку, который хочет поработать на переписи населения, это, конечно, что он не должен быть младше 18 лет. Он должен обладать навыками коммуникации, то есть свободно общаться с респондентом. Он, конечно, должен уметь общаться с планшетным компьютером, потому что перепись цифровая, планшетные компьютеры у каждого переписчика. Что касается сертификатов, то они не обязательны при приеме на работу, но уже анализ кадрового состава, который мы привлекаем в качестве переписного персонала, показывает, что больше половины тех, кто подал документы для участия в работе на переписи населения, прошли и провакцинированы. И я думаю, что нам уже осталось совсем немножко подобрать людей, и остальные также будут обеспечивать собственную безопасность сами. Еще тогда вопрос про безопасность. Но теперь уже информационная перепись у нас цифровая. Не будет ли утечки данных, например? Вся технология сбора и обработки информации по переписи населения, она предполагает полную защиту тех данных, которые попадают к нам в обработку. Нужно сказать, что самый лучший способ защиты этой информации вообще не использовать ее. Вот персональные данные переписи населения при обработке информации, они участвуют вообще. Они не попадают к нам в органы государственной статистики, и мы уже с вами будем иметь в обработке информации обезличенные данные. Почему вообще нужно принимать участие в переписи и отвечать довольно честно и правдиво на вопросы? Вот какова цель этого исследования? Переписи населения проходят во всех странах мира, потому что это единственный способ, который позволяет собрать полную информацию о социально-демографических характеристиках и численности населения, который проживает в стране. Важно получить информацию о структуре распределения населения по государству. Наша огромная страна представлена большим количеством субъектов федерации, городов, районов. И, конечно, актуализированные данные просто необходимы для того, чтобы прогнозировать дальнейшее социально-демографическое развитие государства, для того, чтобы устроить прогнозы социально-экономического развития. Сколько школ и где строить, какие дороги прокладывать, какие вносить изменения в те программы по демографии, которые реализуются в стране. Без данных по переписи населения невозможно движение вперед. Знаете, какой слоган всероссийской переписи населения? Создаем будущее. Так когда же мы увидим информацию, и вот эта цифровая перепись, цифровой формат поможет как-то быстрее обрабатывать данные по сравнению с прежней переписи? Мария, вы абсолютно правы. Конечно, цифровой формат позволит более оперативно получить итоги переписи. Нужно сказать, что первые данные мы получим уже к 31 мая 2022 года, а более уже такие подробные итоги будут сформированы к концу года, в конце декабря, тоже следующего года. Это все-таки достаточно оперативные сроки обработки информации. И, конечно, самое главное, обеспечить полноту сбора этих данных и полноту участия жителей Дона в этой важнейшей работе, которая проводится достаточно редко. Вы знаете, переписи проходят раз в 10 лет. А будут ли эти данные в открытом доступе? Вот, например, бизнес может ли воспользоваться? Планируется беспрецедентная общедоступность тех данных, которые будут получены в результате проведения переписи населения. Не только органы государственной власти, наука, общественные организации смогут воспользоваться этой информацией. Бизнес, безусловно, не сможет разработать бизнес-планы без данных по переписи населения. Поэтому Федеральная служба государственной статистики будет формировать цифровую аналитическую платформу населения, в которой будет размещена информация по итогам всероссийской переписи населения в абсолютно открытом, свободном доступе по всем субъектам Российской Федерации, городам, районам, по всем муниципальным образованиям полная и понятная всем информация. Ну, кроме того, в планах у нас даже есть такие мысли по формированию данных микроуровня, поскольку они обезличены и, конечно, помогут, конечно, и научному сообществу, и органам власти управления формировать необходимую им для принятия управленческих решений информацию. Спасибо вам большое за такой интересный разговор и желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо большое. На сегодня это все. До встречи на нашем канале и удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова